Ко дню города власти обещали сделать Туликам подарок и отремонтировать самые проблемные улицы. На эти цели из бюджета было выделено несколько сотен миллионов рублей. На эти деньги планировалось положить асфальт и тротуарную плитку, установить бордюрный камень. Но после проведения подготовительных работ темпы ремонта резко упали. По словам заместителя главы администрации Тулы Александра Едыкина, закончить работы в срок будет проблематично. Все дело в недобросовестных подрядчиках, которые затягиваются выполнением работ. Хотя жители областного центра рады и такому нерасторопному ремонту. Молодцы ребята, что говорить. Работают очень хорошо. Работают очень хорошо. Но если в областном центре еще можно делать оптимистичные прогнозы относительно срока в завершении работ, то в районах дела обстоят заметно хуже. На ремонт дорог и дворов муниципальных образований из бюджета было выделено более миллиарда рублей. На сегодняшний день эти средства освоены менее чем наполовину. Работы ведутся только на 203 участках из 291. К работам еще не приступили в Богородицком, Воловском, Дубинском и Теплогаревском районах. Виноватых нашли быстро. Есть районы, в которых конкурсы объявлены в июне, как положено, по графику был в мае. Но подрядчик почему-то только приступал в конце июля, а то и в августе. Это вот есть, как пример, в Черни, в Узловой. Такая чиновничья тавтология не устроила первого заместителя губернатора Юлия Андрианова. Нет, это не ответ. Вы давали им необходимую документацию для того, чтобы, не обращаясь к вам, могли вместе с подрядчиком оформить сделанную работу? Или только сейчас мы очухались? Регламент мы расписали только сейчас. Но вообще-то есть требования СНИП, мы думали, что они СНИП знают. Но, к сожалению, получилось, что никто в него не заглядывал. Ну, у нас и главы муниципальных образований, и главы администрации. Нет, они не должны были. Строителей никогда не были, большинство из них. Нет, я имею в виду и строителей, я не имею в виду главы муниципальных образований. Ну, Сергеевич, я вот этот вот детский лепет, честно говоря, непонятно. Лучше бы он на нем молчал, понимаешь, чтобы не затрагивали вопрос, вот улыбку не вызывать у сидящих здесь. Работу надо принимать, с них скоро пойдет, а мы им только даем инструкции, что нужно делать. После срыва сроков выполнения ремонта, ход работ будет контролировать областное правительство. И у тульков появится шанс получить подарок ко дню города «Новые дороги». Сергей Речиц, Андрей Сенчугов, ТВ-Центр Тула.